Девушки отдыхают На самом деле, я вот что думала, рассказывать одни истории, но сейчас пришла и поняла, что настроение другое. Другие будут истории. Марафон, дело в том, что это был мой первый, надеюсь, что первый из которых будет еще очень много. И я нашла тысячу маток для того, чтобы в нем не участвовать. Настя, ну ты же матер же, в конце-то концов. Ну ладно, ну пробу они могут совершить аскез, ну ты же матер же, Настя. Ну ладно, да, ты матер же, но все равно для удовлетенения шерил правопад, он говорил, что это обязанности каждого, он так хотел. Да, все, надо идти. Настя, ну ты одна. Нет, 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 ты одна, никого нет, никаких ни пробу, ни харинамы. Как ты будешь распространять? Ты этого не делаешь, нет. Окей, хорошо, не делаю. В общем, и мой ум нашел тысячу причин, по которым мне не стоит выходить на Санкт-Киртену, мне еще осталось в марафоне. Я думаю, ну, Жай Харипов, все в Санкт-Киртенщиках, буду за них молиться. Марафон начался. Третье число. Мне Махарадж дает знать о том, что он хочет с ним поговорить. А так как я выполняю какое-то служение, я думаю, так, за какой косяк? Что я уже так сделала? В итоге Махарадж сказал то, что он хочет, чтобы я, как вы думаете, что, конечно же, приняла участие в декабрьском марафоне. Ну, и ум мой, хорошо, раз это желание духовного учителя, значит, я буду принимать участие в марафоне. Это означало самое интересное, потому что у меня было много сложностей, трудностей, с которыми пришлось столкнуться. И я попросила помощи у преданных. Преданные очень начали активно помогать. Я за всем каждому тут благодарна, потому что многие очень мне помогли и молитвами, и лакшами как-то пожертвовали. Я начала выходить и распространять книги, и это уже было не первое число в декабре. То есть нам каких-то уже неделью я пропустила. И каждое утро мы с папой Прабу сидим во время завтрака. Слушали просто лекции по санкирту нестарших преданных. И это была лекция Ачарьи Радму Прабу, если не ошибаюсь. Где он рассказывал о том, что по разным людям надо по-разному проповедовать. И вот есть там Вайши, Шудры. Он начал рассказывать и говорить, ну Шудры дают людям рабочим. Они любят, чтобы их прославляли. Прославляли, очень так вдохновляли их. Я думаю, ну ладно, мне всегда было интересно, как же подойти к людям, которые руками работают. Они простые такие работяги, их очень много в нашем городе. Ачарьи Радму Прабу начал рассказывать. Ну, например, я там встретил сварщика. И говорю, да у вас, наверное, шестой разряд. Он такой, да не-не-не, какой там шестой разряд? Да вам надо три памятника поставить. Паспортиста дать. И тот такой вдохновился. Так, сколько стоят ваши книги? Вот. И я послушала эту лекцию. Думаю, ну хорошо, буду знать подход. Вот вышла на санкирту. Это уже был почти конец марафона. Ну, вижу, идёт точно по описанию чаря Радму Прабу. Такой работящий человек с какими-то мозолями на руках. А я его останавливаю. А это уже было 30-е, 31-е число. То есть все люди с пакетами, предновогодняя спешка, они спешат очень как-то, ну, сложнее их останавливать. И я прям так, стойте! Думаю, это мои возможности. Я говорю, остановитесь. Я думаю, что, что, что. Я говорю, вы, наверное, работаете руками. Он такой, да, начал перечислять. Я говорю, мебель, это. И я думаю, вот так, сварщик. Он, да, когда ты был сварщиком? Я, шестой разряд наверняка. Он такой, да нет, только пятый. И говорю, давай надо три памятника поставить. Паспортись надо. И он так вдохновился. Да, 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 да. И взял книгу. В итоге, ну, на самом деле, они очень скромные. Они так немного это. Вот. Поэтому наставления старших преданных, они обычно вдохновляют, очень помогают. Еще была такая, во время марафона, по-моему, я распространила большую часть книг студентам, школьникам. Мне легче книг просто подходить. И студенты, они уже все со мной здоровались. То есть там в одном месте стояла. И каждый день проходили студенты. Они все такие, о, привет, о, привет. А ты взял книгу? Да, взял. А ну ладно, давай, прочитай, взяли. Вот. И тут ребята тоже, прям компаниями. К студентам легче всего подходить. И там их там три человека. Они подходят, и я так, это тебе, это тебе, это тебе. И начинаю рассказывать про книги. А говорю, а вы вообще на кого учитесь? Они такие, да мы товароведы. И говорю, товароведы? Они такие, ну да. Я говорю, а вы знаете, что такое веды? И ребята такие, нет. Я говорю, а как же? Товароведы? А веды-то не знают, что такое. Вот. И начинала им проповедовать по этому поводу. Еще была такая история. Шоу очень высокий парень. Там два шанта метра роста. Идет там обычно всех таких страсти в раджесе. И надо тоже немного войти в этот раджес для того, чтобы, ну, к людям подходить. И как-то так. Мне всегда мужчина, здравствуйте, гними. Я никогда не буду на тебя обращать внимание. Вот. И тут парень идет сама благость. Представляете, два с чем-то. Ростом такой великан из Садья Юги пришел. Я думаю, вот это вот возможность. Останавливает вот человека. И он так смотрит. Ну, представляете, да? Там я метр с кепкой, и он два с чем-то. Вот так. Вот я так, молодой человек. Начинаю ему проповедовать, давать книгу. Говорю, вы такой высокий. Наверное, можете меня закинуть на плечо и унести. Он такой, ну, да. И он улыбается, стоит. Я говорю, ну, здорово. Я говорю, а вот этот вот человек, и дай ему книгу про упадок. Он тоже очень высокий человек, несмотря на свой рост. Вот. И запроповедовал ему. И каждому человеку в конце я даю календарик, где сзади писала адрес нашего храма, который недавно в Неброзежинске открылся. Вот давала каждому человеку. И говорю, ну, и приглашаю в воскресенье на программу. Это было первое число. Представьте, 1 января. Все, как вы представляете, да, как корме отмечают Новый год, празднуют его. Естественно, что 1 января в какой-то там ведический центр. Кому оно надо? Вот. И я приглашаю каждого человека. И в итоге перехожу 1 января в храм на программу. Сижу, захожу, он сидит и у него ноги почти до алтаря вот так лежат. Вот. Единственный человек, который пришел, я его очень благодарила за то, что он пришел в храм. Еще такая забавная история. Очень часто случались во время марафона молодые люди. Я шла распространяла около студенческого такого места или института. Вот. И предлагаю парню, он такой ищет деньги, нет денег, такой долго там стоял. Подходит его друг и говорит, дай денег. А он говорит, а что это такое, что за фигня? Он так начал очень негативно. Он говорит, да просто дай денег. Он дал денег, пожертвовал. Я понимаю, что сейчас такой негатив немного идет. Я говорю, ну все, давайте, ребята, удачи. И иду дальше. В итоге догоняет меня тот друг, который подошел ему и дал денег со своими друзьями студенты. Студенты, молодые ребята. И я вижу, у него такое настроение немного, ну он такое, подходит, знаете, с друзьями. Сейчас начинается тут концерт какой-то. И я думаю, не-не-не. И он подходит и говорит, а я тоже хочу книгу. И сразу, я говорю, чтобы это целое дело не проповедовать, потому что сейчас немного не то настроение. Говорю, надо за нее что-то пожертвовать. И он такой, да без вопросов. Достает перед своими друзьями. Все друзья аж такие наблюдают. Видно, какой-то там один из, какой-то шишка. Он достает, жертвует. И вот я смотрю ему в лицо и говорю, ну, представляете, да, шапка, это минус, капюшон. Морю в лицо и говорю, а ты только что подстригся. Он такой стоит, да. И говорю, красивая прическа. Отворачиваюсь. И ухожу. И я понимаю, там такая пауза с друзьями. Они там стояли, все курили, что-то пили. И такие, что? Я отхожу дальше распространять книги. Догоняет меня. Говорит, подожди, как ты узнала? Я смотрю на книгу. Это было тоненькое послание Бога. Я понимала, что он там немного пожертвует. Вот. И я очень серьезно сосредоточена. Обычно на веселье я всегда распространяю, на позитиве. Я посмотрела так на эту книгу. И ему в глаза посмотрела. И сказал, читаю эти книги. Знаешь, помогает. Прочтешь – поймешь. У парня вообще все занавес. И, ну, этот пример вообще показал, как отношения к книгам Ширы Прабхады буквально за 10 минут изменились кардинально. Он подходил и говорит, что за фигня? Что это такое? В итоге я думаю, что он эту книгу просто поставил и думаю, так, как она это сделала? Давай разберемся. Кришна, да, расскажи, объясни мне. Вот. Ну, естественно, вопрос, как это я поняла. И эти ситуации проходили очень часто. Для того, что у меня тюша парикмахер. Вот. И я сталкиваюсь… Нет, я не вижу по шапке, какая прическа у людей еще, к сожалению. Вот. Но Кришна просто отдала в тот момент такую очень внимательность. И я заметила, что на его щеке две такие маленькие светлые короткие волосинки. Вот. И этот марафон, он даже у меня приобрел такое название. А вы только что подстриглись, потому что эти ситуации с мужчинами, да, в основном женщины, они очень… ну, например, длинные волосы, да. А мужчины короткие волосы, и они, ну, выходят с парикмахерской, вообще ничего не думают. И каждому, кому я говорил эту фразу, они, естественно, брали книгу. «Были такие случаи, когда я давала книгу, и это пожертвование очень так…» И доставали пожертвование. И так немного… «А вас это спасет?» спрашивали у меня. Я смотрю на пожертвование. «Но вас-то это точно спасет!» Вот. И распространяли книги бывшему мэру. Я засыпала в смысле, Кришна, вот бы, так думаю, широко проповедовать, как же так бы распространить вот такому высокому человеку, вот бы мэру, зайди в мэрию, все там, через секретаря, там, пух-пух-пух-пух. Но я-то не сказала, что мэру-то бывшему или действующему. Ну, в общем, в следующий день я остаюсь на Санкт-Киртоне, и стоит такой черный, ранджировый большой, выходит с приводбанка центрального, прям как этих бизнесменов, знаете, вылавливала. И он выходит, этот мэр, и я, ой, дорогой господин Сафронов, там, в общем, и распространение у него тоже книги, поэтому Непрозеринский бывшему мэру уже с книгами «Шил и правопады». И последние такие истории, они более серьезные. Я, на самом деле, ничего из этого не хотела рассказывать. Ну, такой вкус, просто бред, очень сладко делятся. Тоже у меня был день такой, никто не брал книги. И тут тяжелые рюкзаки, я распространяла тоненькие книги, и все носила в рюкзаке. У меня плечи болят, уже режим бедный, я включилась. Ну вот, настал тот день, когда никто не берет книги. Я говорю, что это плохо. Подхожу к молодому человеку, стоит, представляете, картина. Такой лоток у нас в центре города, куры, гриль. Стоит сигарета и чашечка кофе. Я думаю, о, джекпот. Подхожу к этому молодому человеку, предлагаю ему книгу. Он говорит, да нет, это все фигня. Начинает рассказывать. Я, ой, все, сейчас начну заскорбление, прыгни на ум, надо уходить. И я только разворачиваюсь уходить. Он говорит, а ты хочешь, чтобы твои книги все распространились? Я думаю, конечно, хочу. И он такое сказал. Он говорит, значит, просто распространяй из сердца. Распространяй свою любовь. Ты веришь в то, что написано книга? Я говорю, конечно, верю. Он так и эту веру вкладывай. Ты просто не важно, сколько тебе жертвуют. Ну, я уже сказала про пожертвования, он отказался. Я говорю, не важно, сколько тебе жертвуют. Просто распространяй свою любовь из сердца, которое у тебя есть, и не привязывайся к результату. Ну, как вам сказать? Обычно это как бы, ну, да, все санкертальщики, да, знают, нельзя привязываться к результату. Вот, вот, чистые преданные, они всегда рассказывают, нельзя привязываться к результату, нельзя результатом. И я поняла, что вот Господь Чаитания просто вот так вот как бы воплотился сегодня. И я такая, поняла, хорошо, спасибо, развернулась и ушла. Ну, тот день такой сложный был. Так или иначе, вот как Господь, да, проявляется через людей. И самая последняя история, самая такая для меня, которая затронула очень сильно сердце. Я от нее, наверное, отходила целый вечер, день. И у меня вот эти, которые работают в Баримахерской, там такой огромный проспект, далеко от центра. Ну, надо пройтись уже, подняться. И он пустой. И вот почти там десять штук осталось. Меня папа, правда, привез в просад. Вот. И надо было пойти пообедать. И я иду, пустой проспект. А проспект Ножкино, он очень широкий, очень широкий. И там никого нет. Больницы, дома, еще так сыро было. И каждый, кто мне встречался, редко какая-то душа. Я книгу предлагала, кто-то соглашался, кто-то отказывался. Там нам был такой магазин, где разливают, в общем, алкоголь на разлив. Ну, вы понимаете, какой-то контингент сидит рядом с этим магазином обычно. Тогда была очень сырая погода, и никого не было рядом. Были такие, знаете, как обычно, столики, стулья где-то. Ну, там сидят, в общем, выпивают. И стоит качеля. Качеля не детская, а такая, как дачная, знаете. И сидит на ней молодой человек. Видно, весело провел вчерашний день или сегодняшний тоже. Вот. И я думаю, Настя, ну к таким людям обычно не надо подходить, потому что или начнут что-то рассказывать, или наперешь, ну, в общем. И мне как параматма в рюкзак, давай. И я подхожу к этому человеку, даю, вообще не даю книгу сразу, они у меня тут лежат все. И думаю, как там назовется разговор. Я говорю, ну как оно там, на качеле-то сидится? А он говорит, ну, видно, с похмелья, красное лицо такое. Да ничего, нормально, садись. И я думаю, ну нет, Настя, ты же молодой же. Ну, вообще, что к молодому человеку? Тем более, ну-ка, сейчас истории каких-то себе наберешь. Зачем оно тебе надо? Я взяла, села. Я села и думаю, так, как же проповедовать ему? И самый вообще неподходящий вопрос, который мог бы здесь быть задан, я его задаваю и говорю, А вы вообще читаете? Что любите читать? Хотя я понимаю, что такие люди же не читают. И он говорит, а, читать ведическую литературу. И знаете, там мы качаемся, когда качели уже, сидим. А я сижу и вообще такая думаю, ну, скорее всего, нет, послышалось. Естественно же, послышалось. Я говорю, что-что? А он такой, но веды, веды, слышали когда-нибудь? И я понимаю, что сейчас у меня вообще, у меня все перевернулось. Это что-то. Да первый марафон. У меня опыт это Санкт-Киртона. Никаких историй никогда не было. И в случае. И мне вот эта сумочка, которая с тоненькими книгами. Я открываю, как, знаете, из-под полу какая-то обычная, наверное, что-то. И я говорю, а вы знаете, что это? Он такой, что? Я говорю, Санкт-Киртона, як я? Он такой, ух ты. Я говорю, да что вы практикуете, что ли? А он говорит, представляете, да, картина? Мы вот это тонно покачиваемся на качели. Санкт-Киртона. Я думаю, ну ладно, Кришна, хочешь так? Давай так. И я говорю, вы практикуете? А он, да куда практикую? Я на службе. На службе у Майи. Я не поняла. Я говорю, в смысле? А ну, а я вижу, как бы, ну, человека, ну, такое лицо, красное. Он говорит, да, полный комплект. И курю, и траву, и пью, и колюсь. И я говорю, господ, как так произошло? У меня такое глубокое сострадание к этому человеку, к этой жизни. Как такое могло произойти? Я поначалу рассказывать, да, типа, это уже давно. Я говорю, а он рассказывает, я говорю, с кем вы хоть общаетесь? Ну, потому что общение же, оно определяет человека, что, какими его ценностями. И он говорит, да с какими же, с кем тут общается? Я показываю на этот лоток, на эти стулья, где он обычно собирается с своими друзьями. И говорит, мои друзья спрашивают, что это у тебя на шее, что за бабские бусы? Я говорю, это от бесов. Они говорят, ну, и начинаю как-то им проповедовать. Они смотрят на меня и говорят, а что ж ты своим примером не показываешь? Ну, так из такой интеллации говорит мне. И я понимаю, что, да, я и начинаю как-то его вдохновлять. Я говорю, мантру хоть повторяйте или, ну, как-то, что вообще происходит? Как-то пыталась понять ситуацию. Он говорит, ну, когда очень сильно плохо, то повторяю. Я думаю, хорошо будет это. Вот, и начал рассказывать. У меня с собой был просад, я достала просад, и говорила, вы знаете, что у нас вообще-то в городе храм открылся? Он такой, нет. Вот, я ему дала календарик с адресом, дала просад. Естественно, книги, думаю, ну, у него очень видно, и раньше наверняка практикующий человек, очень такой резовый, смыслящий. И я в шоке, ну, думаю, даже не буду ему книги предлагать. Хотя, думаю, ай, была не была же Санкиртона, книги остались. Куда это? Надо же предлагать кому-то. Достаю книги, говорю, а что, у вас что-то есть? Он такой, ну, давай что-то попроще, я тут своим друзьям пораспространяю. И думаю, ну, надо же как-то пожертвовать, а чего пожертвовать? У него же наверняка ничего нет. И он достал, видимо, там, как-то, ну, в общем, получается, достал, пожертвовал, и я шла вообще, я думаю, Кришна. И мне вспомнился стихи с Бхагавадгиты, по-моему, 2.60, там говорится о том, что человек, даже который практикует ум и чувства, они настолько сильные, что они даже могут завладеть тем, кто пытается удержать их, ну, то есть практикует сознание Кришны. И единственное, что я хотела вот попросить, я понимаю, что в этой ситуации, ну, я пригласила его в храм, взяла телефон и посмотрим. Может, надеюсь, что на следующий конец марафона на фестивале Санкиртоне это уже будет продолжение этой истории, вот, хорошее продолжение. Этого, эту дживу зовут Серёжа, и я бы единственное хотела попросить, чтобы все преданные помолились за него, потому что, похоже, что в этой ситуации молитва – это самое лучшее лекарство. Вот, можно, если можно, если вот такое, попросить преданных, все вместе повторить Ари Кришна Махамантру за эту дживу? Хоре, Раме, Рисна! Хоре Рава! Хоре, Рава, Рава! Хоре, Раве! Спасибо большое преданным. Я хотела поблагодарить каждого. Просто это только по милости преданных ваишнавов, по милости духовного учителя Шхайлуп Раупады что-то получилось, вот. И спасибо большое всем, кто помогал. Раиса Кришна! Мы еще поделимся историями, но сейчас, скорее всего, нам надо уже будет перейти к следующему этапу нашей программы. Это объявление результатов, награждение. Пригласим Ромару Попробу провести эту часть. Дружными аплодисментами. Значит, что сейчас будет происходить, я буду называть имена участников марафона. Я буду называть очки, это баллы, которые, и количество книг, которые распространены в ферме. Почему очки и баллы разные? У меня очки и книги, потому что есть маленькие книги. Это больше баллов, больше книги, это больше баллов. В целом, мы отмечаем количество книг, это количество людей, которые получили книги с Шилой Праупады. Но если удалось распространить большие книги, это немножко больше баллов. И можно все разобрать инструменты, да? Не скупитесь, будьте щедрыми на благословение этих преданных. Потому что каждый из них, мы сегодня говорили о том, как Ларда Мунил служит лотосным стопам Господа. Но в действительности преданные это как раз стопы, которые находятся у лотосных стоп Господа. И когда мы служим преданным, когда мы также благословляем преданных, потому что они также нуждаются в наших благословениях, они также нуждаются в наших добрых пожеланиях. Потому что благодаря добрым пожеланиям у нас появляется сила, возможность вставать рано утром, повторять Святое Имя, идти к людям, выполнять свои обязанности, повторять мантру и так далее. И распространять также книги, продолжать распространять книги. У нас получается 64 участника всего. И у нас будет 4 команды преданных, которые объединились, преданных, которые объединились в команды, в группы и сделали такой вот командный результат. Как мы говорим, сам Киртон, это сам совместный Киртон, совместная работа, совместная команда. В конце у нас будет самый последний результат нашей общей, целой команды, команды нашего храма, нашей общины. Во главе с Джаганатхой, с Баладевом и Субадой, во главе с Нитай Гуржичем. Итак, я начну зачитывать. И последние, вернее, первые 5 мест преданных поделятся каким-то своим пониманием, своим опытом. Были замечательные истории. И также мы послушаем, попросим их подумать о той реализации, которая была у них в этом марафоне. И первые 16 мест будут награждены почетными грамотами. И до этого мы назовем общим списком преданных. И, я думаю, каждого будем благословлять. Хорошо? Да? Готовы? Начинаем. Итак, шестое место. Преданная распространила 2 книги 0,75 очков. Антон Абдулайев. 62 место. Преданная распространила 3 книги 0,75 очка. Екатерина Груднистая. Аристана Алилия. 61 место. Преданная распространила 5 книг 1,25 очка. Олег Фукс. Алилия. 60 место. Преданная распространила 3 книги 1,5 очка. Артем. Алилия. Бакта Программ. 59 место. 7 книг 1,75 очка. Игорь Бакта Программ. Алилия. 58 место. Одна книга, два очка. Юра, Фудхалайф. Ари-го! 57 место. Одна книга, два очка. Джая Кришна. Ари-го! 56 место. Гавинда Даси. Одна книга, два очка. А, Гавинда Даси. Ари-го! 55 место. Девять книг. Уже девять книг. 2,25 очка. Яна Великотная. Ари-го! 54 место. Две книги, 2,5 очка. Дмитрий Саблуков. Ари-го! 53 место. Две книги, 4 очка. Наверное, Сережа Загайко. Ари-го! 52 место. Девять книг, 4 очка. Максим Ершов. Ари-го! 51 место. Шесть книг, 5,75 очка. Миша Саакян. Ари-го! 50 место. Три книги, 6 очков. Алексей Павлов. Ари-го! Ари-го! 49 место. Три книги, 6 очков. Просто Леша. Ари-го! 48 место. Три книги, 6 очков. Брама Ананда. Ари-го! 47 место. Четыре книги, 6,25 очка. Николай Башек. Ари-го! 46 место. Семь книг, 6,5 очка. Максим Стародубцев. Ари-го! 45 место. Четырнадцать книг, 8 очков. Титарёк Евгений. Ари-го! 44 место. Двадцать шесть книг, 8,25 очка. Ануттама. Ари-го! 43 место. Одиннадцать книг, 8,5 очка. Олег Дорофеев. Ари-го! 42 место. Пять книг, 10 очков. Матаджи Тапати. Ари-го! 41 место. Пять книг, 10 очков. Светлана Юрченко. Ари-го! 40 место. Одиннадцать книг, 10 очков. Яшода Майя Дэви Дальси. Ари-го! 39 место. Пять книг, 10 очков. Виолетта Абдакушина. Ари-го! 38 место. Шестнадцать книг, 11,5 очка. Марина Миранчук. Виолетта Абдакушина. Ари-го! 37 место. Пятнадцать книг, 12,5 очка. Мада Дай-ни. Виолетта Абдакушина. Ари-го! Тридцать пятое место. 42 книги, 13,5 очка. Дмитрий Здоров. Ари-го! Тридцать четвертое место. Четырнадцать книг, 13,75 очка. Абдакушина. Ари-го! Тридцать третье место. Тридцать шесть книг, 14,25 очка. Абдакушина. Ари-го! Тридцать второе место. Сорока одна книга. Четырнадцать с половиной очков. Абдакушина. Ари-го! Тридцать третье место. Восемь книг, 16 очков. Абдин Липец. Ари-го! Тридцать девятое место. Одиннадцать книг, 16 очков. Абдакушина. Ари-го! Тридцать двадцать восьмое место. Двадцать одна книга, 16,5 очка. Абдакушина. 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 Абдак 25 место, 12 книг, 24 очка, Гоурагададзардаас. 23 место, 62 книги, 25,25 очка, Ершов Антон. 22 место, 40 книг, 27,5 очка, Экабратадас. 21 место, интересно у нас здесь, департамент Пуджи. Они распространили 26 книг, 28,25 очка, давайте их поприветствуем. 20 место, это приятно распространено, 49 книг, на 29 очков. Одна из, как это, мариканы говорят, да, старейшин Санкиртаны и в целом нашей общины. Матаджи Лавита Хридай де Иридаси. 19 место, знаменитый преданный, распространил 150 книг, 37,5 очка. Двиджетти Пуджикадас. 18 место, преданный, распространил 20 книг, 40 очков. Ананута Ачарья, да, да. 17 место, преданный, распространил 34 книги, 46 очков. Петр Кровец. Алина! Коллективы. Мне предлагают сейчас наградить коллективы. Так как следующие 16 уже идут с награждением. Итак, у нас 4 интересных коллектива. На 4 месте с коллективной Санкиртаны, вижу представителей, распространили 49 книг, 71,75 очка. Это Веда Маркер. Риви! Специальный подарок, грамота, календарь и даже что-то в пакете на весь коллектив. Третье место у нас команда целого города. 160 книг, 75,5 очка. Это город Кременчу. Алина! Второе место. 217 книг, 293,5 очка. Ученики Чайтани Чандры и Даса. Алина! Чайтани Чандры и Дмагаджи. Тут есть? Поднимите руки, призывайте. Молодцы, Бребенны объединились. Я думаю, что это очень радует духовного учителя. И первое место команда, скажу под каким названием, 210 книг, что составило 374,5 очка. Команда называется Джаладута. Командное соревнование, они заняли первое место. А вот и виновник торжества этого, виновник команды, лидер этой команды. Юра Борисович. Значит, у них здесь была на борту большая команда. Мадукари, Дарина, Виталий, Милена, Саша Бескровный, Александр, Алексей Бальчик, Богдан Забора, Адель, Ярослав, Ирина, Светлана, Юрий Варава, Максим, Юрий Бурынин. Вот все они из этой команды. Плыли на борту Джаладуты. Давайте еще раз их популяем. А Ведомаркет вот здесь у них получается Маджи Шакунтала, Туласиприя и Индракрия. Итак, первые 16 мест. Давайте сейчас соберем всю свою энергию. На 16 месте тренды распространил 29 книг, что составило 47,5 очка. Тану Кришна. Здесь специальный подарок. На 15 месте Кришна распространил 57 книг, что составило 51 очко. Камала Чарандаас. Подгорите, сюда преданным здесь уже для... А, говорят, что он до сих пор распространяет книгу. До сих пор. Вот что делает Санкирденовский книг. 14 место. 30 книг, 60 очков. Туласи Валова. Спасибо! Страна должна знать лицо, поэтому подходите сюда. Мы хотим все вас видеть. 13 место. 113 книг, 64,5 очка. Раса Мурти. Алиска! Есть Раса Мурти? Где Раса Мурти? За него. Хорошо. Так или иначе, благословения отправлены ему. 12 место. Преданное распространило 96 книг, что составило 85 очков. Эльдар. Праву. Алиска! Одиннадцатое место. Преданное распространило 209 книг, что составило 91,5 очка. Иван Демяшкин. Браво! Поздравляем. Значит, трене дается вот такая грамота, почетная грамота. Держи. И вот такой календарь. Календарь Шилы Павпады. Десятое место. Преданное распространило 48 книг. Все-таки ему удалось распространить, хотя он его брал намного больше. Что составило 96 очков. Сидар Тадас. Алиска! Я знаю, он очень предан биографии, истории Шилы Павпады. Поэтому ему дарится книга Бхактевикаша с вами. Воспоминания уши и правопарь. Алиска! Алиска! Девятое место. Преданное распространило 91 книгу. 110 очков. Вишон Акшина, да. Алиска! Он сейчас в Киеве. И мы можем ему послать свои пожелания, чтобы у него уши покраснили. Давайте еще раз. Сейчас он позволит спросить, что там происходит. Седьмое, восьмое место. Преданное распространило очень удивительное количество книг. Он, наверное, специально медитированный. 108 книг. 115,75 очка. Юра Колодей. Алиска! Спасибо, Юра. Да, Юра Благодарен всем будет. Ему помогали медитировать. Он не специально 108 книг. Седьмое место. Преданное распространило 632 книги. 632 книги. 287,5 очка. Джайанта Крит Данас. Где Джайанта Крит? Кто-то знает? Не, не распространил. Тоже распространил. Также один из опытных санкертанчиков. В течение долгих лет распространил книги, будучи вашими санкертаны. Вот, и сейчас, перейдя к вашим грехахским, продолжает распространять книги. И стоит это очень самоотверженно. Мы видим результаты, говорят о себе. Шестое место. Преданное распространило 236 книг, что составило 291 очков. Югешвара, да. Я думаю, что если брать стабильность санкертаны, то Югешвара займет первое место. Если брать марафон за год, надо нам как-то посчитать марафон за год. Я уверен, оно займет первое место. Итак, первые пять мест, пожалуйста, преданное, у вас будет возможность сейчас сказать несколько слов о вашей реализации. Что было самое важное для вас в этом марафоне. Или можете просто поблагодарить Павлопаду. Или реализацию, которая у вас была. Некоторых из них мы уже слышали. Наверное, всех уже слышали. Но я думаю, будет так же хорошо, если вы просто скажете, что для вас было ценного и важного в этом марафоне. Итак, пятое место. Одно из самых больших количеств книг. То есть, по количеству книг этот человек пошел в тройку. Но по баллам немножко меньше. 1008 книг. Что составило 363,25 очка Анастасия Бабенко. Анастасия Бабенко. Спасибо большое. Преданное, на самом деле, естественно, все по милости шилы Павлопада. Я распространяла, как бы понять, по результатам небольших книг. Первый марафон. И просто хотела сказать то, что рамки только у нас в голове. Мы так много находим причин, по которым не выходим распространять. И вот я тоже нашла Белеван. Но пока сверху пинок не пришел, никто никуда не вышел. И хотела просто обратиться к нашим Байшнаве. Для того, чтобы... Ну, просто у меня, да, такой был стереотип, то, что это Прабулу, такое служение для Прабунивана. И когда я Махараджу сказала, что я буду распространять одна, и тем более у нас тут вообще Байшнаве там, собственно, почему не распространяют, Махарадж засмеялся. Он сказал, да что, это вообще украинская какая-то штука. На самом деле, в Англии, например, распространяют даже дети на Сан-Кирпину выходят. Вот. И нет никаких проблем. Я говорю, что я буду распространять одна. Махарадж сказала, перестань об этом думать, потому что с тобой распространяю я, с тобой распространяет Шила Браупада, и с тобой распространяет вся Гуру Параппара во главе с Гауранитай. И потом преданы начали помогать, жертвовать в Акшме, кто-то книги жертвовал. То есть есть еще какое-то число книг, которые были просто пожертвованы. И я поняла, что на самом деле я распространяю, кроме всех этих личностей, я еще со мной распространяю все те преданные, которые пожертвовали или как-то поучаствовали, которые помогают. И когда были такие ситуации, знаете, провокационные на Сан-Кирпине, я говорю, подождите, вы думаете, что я здесь одна? За мной целая армия преданных, аккуратней! Вот. Поэтому это только по милости преданных Шила Браупада. Шила Браупада Киевич! Да, видим, что есть среди нас такие искренние души. Вот. Я думаю, что среди маты же много таких преданных, которые бы хотели попробовать эту форму служения. И, по крайней мере, можно объединяться. Потому что, действительно, может быть, одному это трудно сделать. Вот. Можно объединяться, договариваться и делиться опытом. То есть, как-то помогать друг другу. Думаю, это было бы очень хорошо. Потому что по одному я уверен. Кто из вас уже хочет попробовать распространение? Ну, поднимите руки. Кто хочет? Вот здесь несколько душ. Посмотрите друг на друга. Посмотрите друг на друга. Еще раз. Чтобы вы здесь друг друга увидели. Вот. У вас есть тема для общения. Да, и как, действительно, помочь друг другу это сделать. Это очень важное служение. И, в действительности, мы можем это делать. Итак, четвертое место. Предный, который распространил 207 книг. Что составило 413 очков. Паша Ленчук. Как вы? Это отличное? Спасибо. Всем большое. Это, на самом деле, большая поддержка. Все стороны преданных. Которые участвовали косвенно и прямо. В общем, это самое-самое ценное. И то, что помогает участвовать в Санкт-Кертене. Это как раз то, что преданные звонят, поддерживают. Действительно, как матеря Настя сказала, что мы не одни. У нас целая армия очень дорогая. Ну, и у меня личная реализация там. У меня старший преданин позвонил, сказал, что Как-то меня твои результаты не вдохновляют вообще, что ты вообще слабо распространяешь. Давай-ка поменьше часов выходи. И побольше часов читай книги. Бажен, бажен. Изучай. Погружайся. И действительно, это сразу лучший результат, скажем, и ощущение внутреннее. Чтобы лучше книги распространять, и была связь с Гуру Парампорой лучше, то надо подружаться в изучение, читать эти книги. Не просто распространять их, читать их очень важно. Два часа в день, час, лучше два, больше. Однажды, что Прабхупат, после одного из барафонов, тренок наградили, и Прабхупат собрал Майпу, и они съехали, все счастливы, потому что они служат Прабхупате, распространяют книги. Прабхупат всех собрал и спросил, какова суть нашей философии? Вот вы распространяете книги, вы читаете мои книги, какова суть нашей философии? И бредные стали говорить о том, суть нашей философии в том, что мы вечны. Так коротко, в одном из слов. Итак, третье место. Давайте вот сейчас уже со всей силы, ведь мы очень старались, 483 книги, что составило 802 очка. Антон Козин. Это был мой второй марафон, и как и первый, он полностью зависел от милости ответных, в частности, тех предностей, которые у меня находился рядом, поддерживали, так мы дали. Очень непросто в течение месяца, каждый день выходить, решает физическая и психическая нагрузка. Иногда кричит, хочется уйти. Благодаря преднам, которые рядом, которые поддерживают, которые у меня благодарны, что я думаю, марафону, ну и также всем преднам, которые поддерживали, босским преднам, жилье, капиталовским преднам. Одна из реализаций, которые я получил на этом марафоне, это то, что без общества предных мы не сможем продвигаться в духовной жизни. Это я понял, как личный опыт и участие в марафоне. И также очень много встречал предных, которые либо практиковали, сейчас не практикуют, какие-то проблемы, либо практикуют, но тоже какие-то проблемы. И почему это так происходило? Потому что они приставали участвовать с предными, приставали ходить в их общество. Это большая удача находиться в обществе предных. Спасибо. Спасибо большое, Антон. Итак, предные первые два места. Здесь максимальные результаты по количеству книг из всего списка и максимальные результаты по очкам. То есть здесь по книгам мы выходим за тысячу книг и по очкам выходим за две тысячи очков. То есть это два таких вот максимальных результата. Второе место. Предный распространял тысяча триста двадцать восемь книг, что составило две тысячи пятьдесят шесть очков. Это Яшода Мамбал. Первые три места. Так получилось, что первые три места это та команда, в которую я попал. Антон Козин и Женя Нидяк. Также там часть команды, часть времени с нами был Паша Леонтьюк и Петр Прохов, сейчас который учится в школе БАК у нас здесь, в Днепропетровске. И хотелось выразить им благодарность, потому что благодаря их работе что-то получилось сделать. И одним из ключевых моментов, которые хочется подчеркнуть, это та атмосфера, которая была в команде по их милости. Это был такой неудержимый дух служения. Это была ужасная вещь. Потому что если ты чуть-чуть, немножечко рассеял свое внимание, где-то отвернулся, то уже все вокруг тебя готово для того, чтобы ты просто занимался служением, все делал. То есть если чуть-чуть там что-то постирал уже, вроде бы все постирал, положил на стиральной машинке сверху, зубы начал чистить, чуть-чуть и рассеянность, и поворачиваешься, уже все висит в солнышке. Преданные приезжали с Анкиртаном вечером в 8, в полдевятого вечера иногда было в 9, к примеру. И они, не снимая курток, уже бежали быстро в ванную комнату, убрали тряпку и протирали пол. Для того, чтобы перед сном как бы постирить спальники в чистом месте. То есть чуть-чуть как бы рассеялся, и уже все вокруг происходило. Преданные готовили, преданные раздавали. Один из преданных, у которого хороший результат, лучше, чем у меня получился. Он раньше всех вставал, чаще всего, вычитывал раньше джаб, ушел, успевал делать йогу, потом успевал приготовить завтрак, всем раздать, прийти, пойти принять омовение, вернуться, почтить просад и забрать за всеми посуду и помыть ее. Ну и так далее. Это была как бы такая высокая концентрация служения, духослужения. И благодаря этому происходило наполнение, и мы могли выходить на улицу, делиться этим вкусом духовного счастья, не побоюсь этого слова, потому что у каждого из вас есть то же самое, возможность проявлять этот дух служения каждый день у себя дома и кульминацию устраивать здесь, не жалея сил в храме, служить Господу, служить преданным. И также хочу выразить благодарность свою каждому из вас и в частности старшим преданным совету общины нашей, которая входит в совет общины, это Рамарупа Прабу, Шадакшина Прабу, Тарабу Кришна Прабу, потому что колоссальные, колоссальные объемы служения, те, которые здесь в храме в нашей общине необходимо выполнять, они взяли эту роль на себя и понимая, что благодаря их вкладу мы можем вместе с остальными прокончать здесь жить в общине, жить в прихране, служить Божествам, заниматься санкирами. Спасибо вам большое. Спасибо каждому из вас. Рекричное. Спасибо большое, что Куман. В действительности он объединяет в себе разные качества, способности. я смотрю, вот он и книги замечательно распространяет, ему дается и кухня заниматься, и яшима промочали заниматься, многие вещи организовывают. Спасибо большое. и первое место в премьерном которое распространено 1400 книг, 402 книги, 1402 книги, 2352 очка. Это Бакта Женя Недя. Спасибо. Спасибо большое. Я уже второй год пользуюсь мантрами, У меня что-то к марафону, потому что эти результаты, которые есть, в большей степени принадлежат ему и тем вредным, которым помогают. Удивительное общество крыльяных, потому что выезжая на марафон, получаешь какие-то реализации, вдохновение, его словом «нектар» называют, а ты сюда приезжаешь и тебя за этот нектар еще награждают. Удивительное общество. Благодарность уже все выразили. Я рад, что первым это сделаешь, потому что я такое не смог это сделать. Поблагодарить всех искренне от сердца. И Львовские преданные, и здесь-то вы были защищены. Это чувствовалось очень. Чувствовалось, выходишь на Санкт-Петербург, люди берут книги и понимаешь, понимаешь, что кто-то за тебя молится. А потом вспоминаешь, что это была «Матушка Лолита Хребея». Она убежала уже. Ее молитвы они тоже чувствовались. Чувствовались молитвы преданных, которые рядом были тоже. Иногда даже не просто чувствовались, а замечались в молитвах. Поэтому мы также благодарим нашему. Из реализации, что на марафоне, ну, одно из самых больших таких, что обычно выходишь на марафон на Санкт-Петербург и, ну, как бы, поначалу люди начинают что-то негативное говорить и, как бы, нужно с этим работать. Ну, потом со временем, со временем, когда уже что-то, что-то происходит, люди, бывает, начинают что-то хорошее говорить. У меня встретился один человек, он какой-то провидец. Он начал прославлять, он начал там говорить о моей семье, рассказывать и все в точку вообще. Я думал, вот это, да. Начал опять прославлять, я уши развесил. А до этого книги, ну, как обычная история, такая неправда. Ну, плохо. И потом, как бы, когда внутри, в сердце произошло это, ну, как бы, понимание, что, ну, чем я занимаюсь, у меня же есть миссия, да. И когда, ну, я сказал там человеку об этом, что у меня миссия, извините, я пока пойду. Ну, как бы, ну, удивительно, и радость внутри возникла, и книги начали работать. Ну, и таких, ну, разных ситуаций было. Ну, то спасибо вам большое, коллега. Концентрация духовной энергии вот здесь, и не выходит здесь, но я для вас не несмотря. Я помню, когда много лет назад, это, ну, в начале девяностых, может быть, тоже проходили такие фестивали, и когда я смотрел, когда награждали этих премий, то я где-то в душе радовался и мечтал тоже участвовать как-то с ними. Я хотел бы, конечно, Женю также поблагодарить, вот, его особенность состоит в том, что вы, когда общаетесь с этим человеком, вы ощущаете какое-то сильное уважение с его стороны, вот, по отношению к вам. И, знаете, вот, это очень интересное качество, которого, может быть, нам не хватает отчасти. Мы все, ну, хотим какого-то успеха в жизни, хороших отношений. Но, в действительности, вот, как раз, вот, отсутствие какого-то глубокого уважения, оно не создает определенной атмосферы взаимоотношений друг с другом. Но, когда у нас есть вот эта способность, да, вот, почему, если мы берем обучение в лидической культуре, то первые 25 лет мрамачари учился, и чему он учился? Служить. Вот, мы говорили, приятно, говорили о служении, важности служения. Но не просто служение, знаете, вот, как быстро все делать, там, переставлять, перемещать. Служение начинается отсюда. Служение – это определенное настроение, уважение. И, когда вот это начинается, вот это движение изнутри начинается, то есть мы вдохновлены, мы ценим, уважаем каждого, и мы начинаем действовать в этом направлении, потому что мы говорим о любви. Любить – это значит делать. И тогда вот это чувство, которое есть у нас, когда оно подкрепляется действием, тогда оно меняет все вокруг. Вся атмосфера меняется. И я хочу сказать о результате всей нашей общины. Как мы здесь говорили уже, кто-то прямо это делал, мы только что поблагодарили тех, кто это делал прямо, беря в руки книги. Но кто-то делал это косвенно, приходя здесь чистить овощи, мыть храм, убирать. Вот кто-то молился, кто-то еще что-то делал. Но так или иначе, все мы на одном корабле. И знаете, есть там капитаны на вышке, да, есть там полерные кто-то в топки бросает, есть яркие люди, да, там кук, повар есть. Но есть какие-то незаметные роли, и я уверен, что каждый из вас, вот здесь сидящий в этой комнате, в этой алтаной, может быть даже не сидящий сегодня здесь, сопричастен к этому общему нашему результату. И этот результат мы предлагаем нашим божествам. То есть это наш общий результат, сколько мы книг распространили и какое количество очков за этот марафон. Итак, всего было распространено всеми нашими совместными усилиями 7651 книга, что составило 8780 очков. И мы награждаем наше божество или нашу общину в марафоне, в всеукраинском марафоне, наша община заняла второе место. Поздравляем! Мы заняли второе место за марафон, и мы заняли второе место за год. Огромное всем спасибо, предные. Как мы говорили, что марафон правопады закончился, но начался годовой марафон. И кто-то из нас может потихонечку делать, распространять книги, делиться этим знанием с окружающими. То есть сердце стучит, жизнь есть. Как бы истант Сарасвати говорил, если жизнь есть, значит ты можешь проповедовать. Поэтому... Ари-бол! 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 Субтитры создавал DimaTorzok